Колокола. Называется легкомысля. Я весь зал в бивне мамонта. Человек красит картину. Его можно трогать, и он теплый. Все полно. Всем привет! Сегодня мы идем в музей современного искусства эр-арта в городе Санкт-Петербург. Он находится в 15 минутах ходьбы от метро Василия Островская. И каждый раз в этом музее новая выставка. Давайте посмотрим, что там сегодня. Ой, как-то она скрипит подозрительно. Да, смотри, что писано. Не смазано, кажется. Что писано? Мир в кресте, моджи. Медленно вращать. Билет в музей стоит 1000 рублей. Стандартный, есть еще льготный, детский и так далее. Но стандартный стоит 1000, и он работает на весь год. То есть вы можете на протяжении года хоть каждый день приходить в музей и смотреть различные выставки. Они здесь очень часто меняются. Около 40 разных выставок в год бывает. Также он действует по вашему лицу. То есть вам не нужно таскать никакой бумажный, билет или карточку. Вы просто подходите к турникетам, ваше лицо распознается, и вы заходите в музей. Начали мы с пятого этажа и пойдем до первого. Какой-то красный конь. Благодатная наша. Я не понимаю, это какой-то человек, рыба или что? Это человек, он на себя что-то несет. Похоже на рыбу. Нет, не похоже на рыбу. Похоже на... Или на человека. На человека. На юм. С коней головой. Иисус. Здесь посвящено советской эпохе. Сто с тарелками, серпами и молотами. Вот такая интерактивная штука, где можно покрутить. Ну, ты их крутишь рукой, а они потом крутятся, потому что они друг об друга трутся. Крутятся. И составляется какая-то картина. Зал красок разных цветов здесь основы для детей, мне кажется. Рекомензация белых красок. То есть здесь есть империя желтых, республика зеленых, королевство синих. И здесь есть даже такие наряды, которые можно надеть и там пофоткаться в разных кофточках цветных. Как это знать, на уровне фиолетовый цвет воспринимается как символ всего таинственного и запредельного. Фиолетовая одежда указывает на уникальность того, кто их носит, и отражает его потребность в тонких и изысканных ощущениях. Это если будете шторки домой выбирать? А потом, по-моему, психологи скажут, что вы на самом деле хотели эти скандиды. Тянут канаты, но... Я не понимаю, что это символизируют. Но выглядят, как будто бы измельченные люди. А здесь 18+. Мы это не будем снимать, а то нам этого контент закроют. Нет. Это белые рубашки с подсветкой. Еще здесь есть такие гигантские задереганные скульптуры. Кстати, мне бы такие удивлены, что мы неплохо смотрелись в малых карелах. Ну да, но я не понимаю, что они тоже какие-то непонятные, что это вообще. Там птица как будто какая-то вдалеке. Восковой человек. Вот, кстати, по-моему, его можно трогать. И его можно трогать. И он теплый на ощупь такой. Фу, какая лесть. Из воска сделала. Это как голограмма такая девушки. А сама вот эта рамка, она настоящая, деревянная, наверное. И этот молоточек тоже металлическая. И молоточек получается тоже металлическая. А девушка это голограмма. На этом фоне. Заводной механизм называется. Примерно так это происходит. Ну, есть такой экспонат. Чан черный с белой жидкостью. Здесь нельзя. По этой дороге. Но здесь такая дорога вдали. Это человек. Он реально делает этот, как называть, перформанс. Получается, с этим чаном где-то на берегу. Канал в него голову. Это означает осознание себя и своей принадлежности. Называется млеко. Млеко. А еще здесь есть вот такая надпись. Неоновая. Ты можешь быть свободным. Думаю, вам тоже это напоминает, что это же известная картина, как она отнащена. Называется. Как она? Застолье. Там, где Иисус сидел за столом и все его товарищи. Ну, не застолье это называется. Это собрание какое-то. Да, собрание. Блин, забыла название. Напишем, короче, название картины. И ее вот так интерпретировали. Интересно. Органика духа. Экспозиция с картиной. Если вы хотите подробнее узнать про экспонаты, про позиции, картины, можете сюда подойти их посмотреть, почитать. Да, здесь есть, здесь также будет гидрид, по-моему, есть. И вот здесь под циферками написано картины, и можно послушать про них какую-то историю, рассказ. Основная суть современного искусства это то, что ты смотришь на что-то и для каждого человека свой смысл. Ну, вообще любого искусства суть в том, что ты смотришь и для каждого свой смысл. Да, это черный куда-то малее черный. Ну, просто черный квадрат, а всемирно известный. У всех есть какой-то к нему смысл. Ну, это вот сейчас пятый этаж. Здесь, получается, на каждом этаже несколько разных выставок находятся и на разных темах. О, я люблю этот этаж. Это прикольно. Тут черфится. Всякая нефть, газ, что-то. Да, здесь. Все такое мрачное. Внутку газовая вот нефть в вагоны привозят. Это вообще классный вагон. Цистерны. И какая скульптура металлическая. Хорошо. И вот здесь прикольно, как это в каких-то людях в черном, знаешь? Вот эта черфь в метро, когда спустился и проел вагоны. Такое все масштабное. Знаешь, на что вагон? Вот черфь. Капля нефти с глазом. Это все следите за курсом. Это не жизнь. Разве это жизнь? Жить можно. Здорово жить, чтобы я так жал. Зверь. В статье есть еще экран из телевизора, где художники, авторы рассказывают о своих работах, о своих выставках, как они там придумали это все, почему мне пришла такая идея. В воздухе подвешены, вырезанные, наверное, на это картон, внутри дерева, на леске, всякие фигуры. Вот эта картина прикольная. Это же... Подсчетного. Нет, это было, наверное, уже видела. Это же это... Подсветка. Нью-Йорк, наверное. Ну, Нью-Йорк, это знание. Типичные для нас в России пейзажи. Особенно вот эти дороги впечатляют. Ну, тут пустой зал. Мы когда все заходили, было очень много народу, однако сейчас по залам гуляем, вообще людей нету. Атмосферный музей классно, однозначно стоит посетить. Уже более свет виза. А вот это чисто классическое что-то. А это те же экспонаты, как куча коробок. Да. Эффекты. Здесь голова. Этого, кстати, не было раньше. Не было. Ой, какой страх. А здесь, кстати, еще есть вот такие фланеты. Это за отдельную плату. Называется U-Space. И здесь разные. Вот, например, вишневый сад. Там такие прозрачные шарики, как потолку повешенной, играет музыка и подсветка. В загрузке. Я там точно не помню, но вот здесь можно посмотреть в брошюре. Вот. За отдельную плату вы можете приобрести вишневый сад. Вот так вот выглядит. Вот это загрузка. Вот, как это стиральная машинка получается. Дом. Вот что-то, где комната с большей мебелью с большой. Гагарин, бесконечности, стоки. То есть разные тематические такие залы дополнительные. Вот в зале, где мебель большая, то есть можно посетить за гигантскими ускорами. Это вот так вот мы спортом занимаемся. Это фитнес. Да. И называется диско-бомб. Футболист. Кладбище неизвестных персонажей. Интересно. Человек с головой коня волится за... Это вообще-то бык или черство. У головы вообще. У... Почему рога? Ядро пушечное, что-то. Нет, это... Не ядро пушечное, это типа бомба. О, ядро такое... А, с фитилем. А, ядро без фитиля, да. Ну, это два в одном. Жизнь в Оранжерея называется картинка. Ну, типичный обитатель наших просторов. Ну, он сидит на море сидит. Или в подъезде. Нет, скорее всего, где есть. Крещение Плутона. Ну, 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 ну... Да что-то новое. Да, но... Вот эти, кстати, прикольные. Такие даже домой повесил. Да. Мне вот такие всегда нравились. Вот сверху я бы домой повесил, кстати. А смотри, тут все что-то деньги, куча денег. Да, ну, я люблю там, где доллары есть. Если здесь будете, главное не пропустите все этажи, потому что здесь как бы два здания, можно так сказать, соединины. И пятый, четвертый этаж, они разные концы его разъединены. Получается, через третий этаж идет соединение. Вам необходимо на третьем этаже пройти с одной части на другую. То есть, допустим, спуститься с пятого, с четвертого на третьей, с третьего перейти во вторую часть и подняться во вторую часть пятого, с четвертого этажа. То есть, первый раз, когда я ходила, я пропустила половину залов, потому что не знала этой схемы. Это советская эпоха. А еще сегодня здесь как-то очень много народу, хотя каждый раз, когда мы здесь были, практически никого не было. русская женщина с яйцом. Жесть. Вот просто как бы искусство, лопаты и грабли. Вот это прикольно, как мозаика выглядит. Они, кстати, из войлок с лопатой грабли. А вот эта экспозиция называется «Все за». Пионер. Хлебушек. А вот это взгляд из будущего. Здесь, получается, слоями лежит история. То есть, здесь какие-то царские времена. Чем выше поднимаемся, тем современнее предметы. То есть, это, можно сказать, вот что под нашими ногами есть. Цвечи. Правда, вот вверху там уже какие-то типа лейс, чипсы, не знаю, компьютерные, виски. А ниже там идет, например, кубик Рубика, машинки детские, радио. Еще ниже какие-то часы старинные, тарелки. Чиполи. Но они какие-то власть, ну, мягкие. Да, конечно, стоп не уколались. Мне тоже нравится вот эта сфатура. Из проволоки сделана голова, и вся голова забита газетами. Сразу информация, известия, ковид не в обиду. Что-то еще властью помогли. Да, это немножко про СМИ. Это называется «Не добивайтесь в игру». Очень актуально. Информацию нужно всегда фильтровать. И всегда нужно брать информацию с многих источников, они основываются только на чем-то одном. Ну, в общем, вот это очень классная скульптура, говорить о многом. Здесь очень много скульптур, которые несут большой смысл, то есть, составляют задуматься и посмотреть на что-то другим, с другой стороны, другим взглядом. Что-то новенький, короче, набрать из мрамора, что ли. Такая там красивая. Еще здесь я снимаю колокол, он из резины, и плюс его, как называется, рязычок, он ниже, чем должно быть, то есть, он никак не будет звучать. Я бы тоже это сказал в таком противоречивом, что не слышат. То есть, получается, это кто-то там звонит колокол, а его не слышит? Да. Как людей, любой не слышит. Каждый это для себя сам поймет. Как будто из какого-то письма ужаса. Как будто бы у меня голова ее вместо меня. Тоже. Это тоже грустно. Старший брат называется картины. Это чисто намеки на какие-нибудь антиутопии. Тут висящий на ниточках город. Тоже какой-то... Да, похоже на Москву. Кремль. А, это вот, где Ленин запоронен, да? А вдалеке картины делает девочка на качелях, это даже скульптура, участие. Мы когда-то были здесь и был целый зал на эту тему, выставка этого художника, автора с его картинами. Очень клевый этаж. Автор, кстати, иконист фона. Да, она объемная получается. То есть, сзади у нее картина с фоном, а она спереди из дерева, наверное, сделана. Тусовка какая-то. Что-то еще Денеция напоминает. По-моему, это какая-то тусовка. Мне напоминает это, знаешь, как Атланта, Атлантида, Петербург на картине. Такое все ухоженное, как будто людей вообще нет. Кленовая улица. Но в Питере есть такие места. Тут просто стол накрытый, просто. Вот так вот. Это прикольно. Фавориты Екатерины императрицы второй. Ой, я не говорю. Фавориты Екатерины второй императрицы. Здесь перечислены все ее фавориты и сколько она на них потратила денег. Списочек такой интересный. Тут тоже такая картина, вроде как и завораживающая, но такая пугающая, потому что там виднеются глаза всяких зверей сквозь тьму. А тут какая-то лягуша такая лежит в болоте. Вот это кабана, я смотрю. Да. Вот это вот кабан. Да, наверное, да. Да, это кабан, это баки. Казы. Казы. Феррит. Вот это третий этаж. У третьего этажа идет переход. Здесь также есть кафе. Очень вкусное. Мы тут кусли как-то. Еще вот такое вот зеркало. Она оборона. Можно покушать даже и пиры, и блюда, и десерты, и кафетерин какой-то. Если что, вкусненько тут. Новый зал на третьем этаже. Это тоже какая-то экспозиция, на которой мы еще не были. Здесь в прошлый раз мы сели такие под потолком, без знака, куклы наряженные. Нравится такие яркие картины. Девушка, у нее как будто бы волосы, это уши собаки. Вал. Видишь, здесь получается какой-то картины, на которой идея получается, как рога лосьон, вот этот укроп какой-то. Да, интересная задумка. С этажами тоже еще картины висят разные, которые не вошли в выставочный зал, они постоянно всят. Все не видят. О, вот это красивый такой дом кирпичный. Напоминает какую-то старую эпоху. Это что такое, знаешь, что европейское? Старая эпоха, какая-то Англия какая-то, как будто бы сад. Конечно, эти литковатые картины. Как будто старые, вот это еще и фотографии, безвеликие. А вот это вот у нас ковер-самолет. А вы что, думали, а вот этот ковер просто выглядеть? Нет. Человек красит картины. Художница Анна Осиповна рисовала. Да, вот это первый зал в бивне мамонта. Птица счастья в крипте. Какая-то империя тут, мы уже везде как дороги какие-то. Птика. Закат в Манхэттене, не в Манхэттене, не в Нью-Йорк. Закат на 34-й улице, тоже Нью-Йорк. Городской туман, это все как бы Нью-Йорк, как будто бы расплывчатся, такой мираж. Мы собираемся храм других. Ого, тут какие-то черепа. Прикольно, это новое тоже, да. На дереве вот так нарисовано золотые. Терри, материя. Ой, тут такие нарки целые. Да, тут все классные. Для входа. Называется легкомысленность. Это не очень классный. Смирен. Спокойно. Интересная тоже композиция с самосточками какими-то или просто дичками летящими. Интересный человек. Вкусно. Такие попсики танцующие. Ой, как бы... Свинюшку за этого забивают. Это чистая какая-то просто советская атмосфера. Деревенька. О, вот это вообще классно. Село такое тоже прорисовано, очень четко. Четко прорисованы такие линии. А это Питер интересный? Да. Даже Питер похоже на... Забавно стрибут овечку, запускают в небо и получаются облака. Вот так это и работает. Интересные натюрморты. Вот эти березы вдалеке. К ним важно приложить ухо и в них звон внутри. И что там слышно? Колокола. На камере его не видно, но картины как галакографические такие. И то есть, если смотреть, они как будто выпуклые на самом деле, кажется. А здесь вот такой вот арган, то есть там металлические такие пластины, ты пальцем зажимаешь, и играется разная музыка. Не знаю, что это. Здесь еще есть вот примерно такая композиция. Можно подумать, что кто-то реально лежит где-то. Или вот, например. Мне кажется, огурцы уже устали меня. Это как мы выглядим со стороны, когда смотрим композиции, экспозиции в музее. Он нас заметил. Странно, да? А вот это голодные товарищи. У меня выставка была целая с такими картинами, когда художник вырезал из бумаги трафареты и фотографировал с реальными объектами. Короче, челноки приехали с клетчатыми сумками. Народу толкать идет. Вот бутыли. И дочи габан. Здесь есть такая картина, тоже была выставка. Если идешь, она меняет цвет в это время, потому что она сделана как из бумаги, из таких разноцветных штук и с разных сторон разного цвета. Вот этот забавный человечек такой. Огурец, место. Что-то новое. Кинетическое. Раньше этого не видел. Как всегда, никто не доходит, поэтому так пусто. Интересная картина выполненная. На холсте какие-то деревянные, сверху. Тоже рябит из-за света. Камера света. Она еще шевелится. Да? Это не рябит. Нет, ремня экрана рябит. Они еще шевелятся. Они меняются, получается, эти картины, потому что шевелятся и перестраиваются на другие фигуры. Вот, они тоже двигаются на стене. Белые картины с черными полосками. Это похоже, мне напоминает какие-то клавиши или что-то такое. Это пианина. Да, это пианина. Это пианина. И они двигаются вверх-вниз. А не на лес, когда подвешены получается и спускаются. Еще все-таки большое преимущество этого музея это, что ты платишь тысячу рублей целый год сюда можешь ходить на разные выставки. Разные выставки, разные работы всегда. Да. Да, и тысяча того стоит. То есть, это не мало, не много, это прямо вообще просто классно. На год вообще прекрасно. Есть разные фигуры. Такие шевеляющиеся всякие предметы. Называются кинетические фигуры уставка как-то. Так. Что интересно значит эта скульптура и как она называется с палкой? Вильям Ван Виггер. Мобильная конструкция. Это зал, где можно что-нибудь купить. это магазин. Ну, да. Зал. Ой, юничка, смотри, какая холостая. Похоже. 7 с половиной тысяч. Кляя и ругаю. Ёжик в тумане. Такой милый. Здесь есть отсылки к картинам вот эти человечки. Верка. В смысле позитивно. Нет, это плятся. Салочки. Тут какие-то украшения разные. Тоже картины можно приобрести. Очень прикольные такие интересные и необычные штуки. Тоже, знаешь, как на рабочий стол кстати. Мне вот это нравится. Ну, понятно, япония. Здесь есть оригиналы вот в том зале дальше. Продаются они вообще долго стоят. Вот, например. Человечек мне нравится. Загадный скромный. мы купили ценник снять, досмотрели. Чего-то ценников вообще нет. Он стоил, по-моему, 5 хат. Ну, что, здесь очень дорого стоит, но почему-то ценники сняли. Здесь раньше были сценики, там, картины 300 тысяч. Больше даже. Потому что ты не покупал, наверное, решили сделать не магазин, а просто как работ. Ну, странно все равно. Мне кажется, может, она продается, просто если кто-то спросит, типа, хочу купить, сколько стоит, чтобы не пугать людей цены. Интересно, когда в дерево встраивают такие вот, блеститы переливаются. Классно. Ну, встраивают, не знаю, как сказать. Заливают. Ну, заливают, ну, условно. Вот, кабанчик тоже прикольный, он торопит, помню. Вот этот вот миллион стоит. Ну, не миллион, но... Смотри, губы сусаяли, кажется. Копия картины, которая там была, эти солдаты. Написано, сколько стоит. Всего лишь 18990 рублей стоит. Вот эти, с ножками. Это кольца уникальные, необычные, то есть, как бы, ну, нигде не найдет, куда он был, для агра. Ну, вот здесь идет дальше на первом этаже как раз такие турбукеты, где уходят. Кассы, турбукеты, плюс диванчики для отдыха. Ну, все, мы погуляли по музею, уже идем в гардероб. Музей классный. Да, у тебя голова на пульчике. Музей классный. Такая вот тут гигантская очередь в гардероб. Ну, вот, там, видите, вот эта все очередь отсюда, вот так туда туда, вот, 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 мне кажется, Санкт-Петербург, тема хорош, вкус. Если вы устали от обычных музеев, например, Эрмитажа или военно-морского, там, какого-нибудь музея, вы всегда можете прийти и посмотреть на современное искусство. И выбор музеев просто огромный. Этим музеем я очень впечатлен. Думаю, Лене тоже понравилось. Да, это не такой классический музей в представлении, как вот просто картинная галерея или что-то еще. Здесь есть и картины, здесь есть скульптуры, и они все необычные, постоянно меняются, авторы разнообразные, интересные, всегда увлекательное что-то. Да, однозначно рекомендуем этот музей к посещению. Думаю, если вы не знаете, куда сходить, вам скучно, одно из самых таких интересных мест это музей Эрарта. Ну, все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Да, не забывайте подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok